ну да вот тоже иногда когда читаю молитвы начинаю зевать и из-за этого сержусь почему так происходит и что делать ну такое бывает мы все с вами сейчас живем гораздо быстрее чем раньше нам не хватает времени и очень часто мы меньше времени уделяем отдыху и сну и иногда наш организм показывает так что нам надо отдохнуть и и на еще бывает такая ошибка когда мы молитву откладываем на самый конец дня то есть мы там делаем какие-то дела и может быть в интернете можем много времени посидеть или там телевизор посмотреть а потом вспоминаем что нам надо молиться и начинаем молиться когда уже сильно хочется спать конечно человек будет при этом зевать поэтому важно правильно составлять свой распорядок дня и молиться не перед самым сном хотя бы там может быть за несколько часов до отхода ко сну когда у вас еще есть силы так будет гораздо легче но если это у вас происходит независимо от того скажем какое время вы молитесь то постарайтесь не обращать на это внимание потому что видите вы начинаете обращать на это внимание начинаете злиться может быть стоит в этом даже исповедоваться что вас есть такое искушение вы искренне раскаиваетесь что вы хотите помолиться отвлекаетесь от молитвы на то начинаете зевать ничего необычного это нет иногда это бывает у людей но со временем проходит опять же Такое чаще бывает у тех людей, которые не так давно пришли в храм и не имеют большого опыта молитвы. Когда человек регулярно молится, то вот эти все вещи проходят. Потому что, когда человек начинает молиться и для него это что-то новое, он очень много внимания уделяет тому, есть ли у него какие-то эмоции. И вот начинают течь слезы, зевает он, не зевает или что-то еще. Со временем, когда человек молится регулярно, он начинает относиться к молитве гораздо спокойнее, то есть эмоций при этом уже гораздо-гораздо меньше. И поэтому все это проходит, мы просто перестаем на это реагировать. А вначале мы пытаемся сконцентрироваться, очень сильно из-за этого переживаем, ну вот и замечаем те вещи, которых может быть потом и не будет.